добрый день дорогие мои я сейчас сделал обзор ваших комментариев и встретил там комментарий от валентины я была в чихачева это настоящая секта звучит так угрожающий можно так сказать или утверждающий от валентина такое заявление и я вам пообещал что я вам сейчас расскажу как отличить секту от не секты но мне сначала хотелось бы разобраться кто такая валентина вот она видать такой какой-то важный человек бросивший такую фразу и кем-то для нас является какой-то личностью которую мы должны сразу все поверить здесь просто валентина но я все-таки решил сходить на ее блог или на его блог мы не знаем и вот вам блог вот блок валентина или валентины один подписчик и ничего и получается что вот этот блок был создан для того чтобы написать тот комментарий я могу сказать только одно что это вот какой-то или специально человек который создал эту запись и этот блок чтобы мы вдруг поверили что в чихачева секта зачем я в конце вам скажу зачем это делается дайте я выключу сейчас этот а мы с вами поговорим что же такое секта и чем она отличается от общины смотрите вот так вам видно будет так во первых что такое церковь ну название церкви от циркус то есть круг и вот она наша с вами церковь я здесь не рассматриваю совсем вот какие-то другие которые теперь называют церкви а наш святые отцы никогда не считали их церкви какой бы они величины не были а у нас католическая так называемая церковь сейчас в три раза больше или в 4 чем православные по численности и мы их не рассматриваем и уж совсем не рассматриваем те которые христианство не имеет никакого отношения да вот там уже совсем другое видение мы с вами рассматриваем православную общину и секту в рамках православия потому что секта это тоже православие и это может быть разные православие ну например какое-то время у нас считала что есть старообрядцы и мы нового обрядцы так так вот нового как говорится чина от никоньянство от реформа никона это пошло но сейчас наша церковь признала что все старообрядческое имеет действительность что они такая же православная церковь и входят в состав православных церквей что они не отличаются от нас и мы с ними имеем примирение не вся старообрядческая церковь приняла это извинение можно так сказать и согласилась с тем что мы тремя перстя крестящиеся такие же но мы с вами приняли вот это что да вот они двумя перстами крестились но это все было правильно но мы их не считали церквами отпадшими теперь кем мы их считаем мы считаем церквами или церкви или даже единой церкви с русским народом потому что мы видим как митрополит иларион и в нашей церкви служит и в той церкви служит и в чем-то как бы единство сохраняется но ведь в той церкви было столько интересных явлений это сейчас вы их не видите не знаете а если вы возьмете служебник старый церковный то вы увидите в нем описание вот сект старообрядческих сект не просто не церкви а сект старообрядческий которые очень экзотического вида были ну например скопцы обрезавшие себе нижние части как мужского так и женского определенные части и они считали сектой но считали что они славит бога причем христа в том числе и таким образом или прогуны прогуны то есть прогуны считали что только оторвавшийся от земли человек слышен богом то есть его молитва когда он в небесах слышно богу и подпрыгивали и читали молитву когда на земле молитва не слышно прыгуны или свистуны вот илья мурубец победил значит соловья разбойника а соловей разбойник на мой взгляд это вот была секта свистунов которая жила в лесу которая молилась свистом птиц потому что считала что птицы по-настоящему молятся свистуны секта такая вот но в лесу они думаете грабили там как соловей разбойник не они брали добычу если могут возьмут если нет не могут то значит бог не дал им такой добычи вот так вот понятие секта и понятие община они отличаются достаточно простыми вещами что нас объединяет в церкви нас объединяет вера то есть образ веры символ веры мы называем у нас есть символ веры католики изменили символ веры на маленькую маленькую деталь и они уже другая церковь а у них уже из этого изменения выросла масса отличий и они уже даже не секта наша потому что они изменили символ веры потом значит те кто не изменил символ веры они секта или нет они могут быть сектор потому что они могут изменить каноны канона служения и эти каноны определяют как 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 нужно служить и в общем то они очень гибкие то есть на самом деле настоятель может по типику ну служить совершенно отлично другого настоятеля потому что ему дано это право как благословит как говорится настоятель и поэтому я встречаю разные значит формы служения но например я в москве приехал к друзьям а там значит жена поехала на службу я слышал как она хлопнула дверью куда-то поехала к девяти часам а чуть позже 10 она вернулась и я говорю о ты куда-то уже сгонял а она говорит как куда на службу была причастилась я как-то причастилась ты же уехала я уже проснулся да у нас служба с девяти потому что люди на машинах они а там богатые съезжаются они не могут очень рано вставать поэтому с 9 я внуто ты-то пришла вот пол одиннадцатого не наступила а уже кончилось потому что все прочитали вечером значит все сделали вечером одна литургия и служит ее по быстрому чтобы тут людей не задерживать час все служение и большинство из тех кто пришел в церковь на литургию на эту на воскресную они час бывают в церкви в неделю это не каждую неделю вот это секта или нет нет потому что настоятель может так делать поэтому этого определения нет есть определение секты если настоятель скажет канон неправильный вот такой то поэтому мы не будем там утреннюю служить они не не по канонам значит включили ее в служение и во все этих утренние не нужно вообще и так далее то есть канон и догматы нарушения и чем отличается секта от общины община эта часть церкви ну я мог бы здесь нарисовать метрополии часть епархии часть церкви а уже община значит эта часть епархии тогда я не буду это да вот просто часть церкви которая не выходит за рамки канонов догматов и символов веры но она может быть особая община по деятельности и кстати у старообрядцев это было очень сильно распространено то есть собирались общины именно под деятельность какие-то льноводы какие-то красильщики какие-то ткачи там вот собиралась прямо община она под одним священником плодной это и одним делом занимается не выпускает это трудовые коммунны кстати назывались и у них комиссары этими коммунными руководили вот и община это она может отличаться от всех остальных общин своей деятельности некоторым своим поведением в том числе и в служении а что такое секта это секта которая говорит что у нас что-то отличное от канонов и догматов мы нашли вот что-то новое и мы выделяемся из этой церкви своим новым этим действием ну например русский язык ввели некоторые какое-то время вот канонически у нас он не является сейчас богослужебным языком церкви но мы уже знаем что даже некие епископы митрополита там переходят в епархиях на этот русский язык и что они ну по всем понятиям они секта целые епархии или митрополии кто 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 то есть это секта это те кто отделились канонами догматами или есть но символом веры это уже я вам уже рассказывал это уже новые религии если она меняет символ веры так вот что происходит в чихачева там все 40 лет особенно последние 10 лет как как я вижу отца и аноники проверяют на тот правильно он служит или неправильно нарушает он каноны или народ не нарушает а символ веры у него тот или не тот но это вообще проверить можно только когда он читается во время литургии так вот за все 40 лет никто ничего ведь не нашел я сам служил с отцом и аноники ничего не нарушает он используя правила настоятеля что делает во первых он время установленное конкретно как по служению действительно в церкви должно быть вот в это время это 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 служит службы или служил службы и это не запрещено читать тогда когда нужно утреннюю читать тогда когда нужно вечернюю больше того когда вот мы скамкиваем и скампываем все больше и больше то есть сначала как бы допустили но надо вечерние прочитать вечером а утреннюю быстренько до литургии пусть 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 они это теперь ведь все и вечернюю и утреннюю и молитвы для перед причастием и все часы прочитают все вечером и вот видите вот такой как в москве час вся литургия да еще по быстреньку прочитали и как бы довольны здесь никогда такого нарушения не было те кто говорил о неудобно там или еще что то вот надо ночью ну это такой вот настоятель установил правило причем это правило как раз и дает ему обоснованность сказать что мы служим правильно и вы не имея к нам претензий получаете здесь то что нужно в том возможностях в тем в том объеме которые нужны может быть поэтому там и такое огромное количество чудес потому что чудо являет господь для утверждения веры там где нет чудо я уж извиняюсь почитайте евангелие почитайте апостол послание апостолов в без чудо в общем то и и и нет доказательства что у вас есть вера чудо либо чудо говорение либо чудо ну в общем ладно это другая тема так вот канонов символа веры батюшка не нарушал никогда канонов тоже не нарушал никогда прошлом году 50 священников приезжало служили стояли все эти службы сколько раз подосланных было каких-то людей сам епископ приезжал служить и все все это смотрел никогда ничего не нашли какие же претензии и какие вот предъявляют как бы нарушение и объявляют это общину секты а никаких все что я слышу там нельзя ходить по территории мы приехали а нам туда не ходи сюда не ходи слушай кто вы приехали во первых еще раз утверждает туда приезжает половина можно так сказать людей с трудностями психики что я не хочу Субтитры сделал DimaTorzok Я бы так сказал У нас ведь Сейчас нет практически Психиатрии У нас есть какие-то психологи Но клиническая психиатрия Лечится вся на дому У нас Огромное сокращение Психических клиник Психиатрических клиник И все 99% всех С ненормальностями Они на свободе И они в лоне церкви И они все При таких местах Где им предлагается Какое-то освобождение Поэтому там Кто ходит Куда пошел И зачем он пошел Все время очень трудно Определить Я как-то раз Встретил Что там одна Ходит и ложится На могилке Этого кладбища Вот она каким-то Духом Определяла Что из могилы идет Святой дух И вот Кидалась на могилки Там кстати Очень настояли Чтобы все-таки Были закрытые Такие эти И всем Кто хоронит Сообщают Что тут может С могилками Не то быть Потому что люди Неадекватные Могут быть Или например Там регулярно Жили наркоманы Алкоголики Наркомалы Ну и Неадекватные Жили Я как-то Встретил Ситуацию Что женщина Просит У Отца Остаться Здесь С мужем Ну Мужем Маленькая Неадекватность Он вдруг Вскакивает Хватает топор И на всех Кидается И вот Батюшка рассуждает Говорит Ну а Куда я вас Дену Вы Он Он что Он соображает Когда Нет ничего не соображает Ну так он Значит может Среди ночи Вскочить И чего И схватить Да я с ним полежу Я буду его контролировать Ну как Вот Естественно Он куда-то их там Пристроил Но уж Постарался Сказать Что давайте Там Лишку-то Не ходите И Оглядывайтесь Когда идете А то С топором Из-за угла Получите И кто будет Виноват Ну слава богу Ни разу Этого не было Но Там жили Алкоголики Там жили Наркоманы Наркоманы Когда живут Это Очень большая Проблема Что они Куда-то вышли Или к ним Кто-то подошел Мы Мы Когда Вот здесь У себя У храма Сделали В Сторожке Место Где жило По несколько Наркоманов Сразу Под наблюдением С кем-то Жили Все время Тоже Ограничивая Их Только территорией Храма Все Дальше Не выходите Почему Нельзя Им выходить Потому что Как они вышли Так они нашли Так они Добежали До аптеки Которая Недалеко Они стрельнули Денежек Потому что Значит это И наркоман В этом состоянии Он способен Уговорить Любого Мертвого Способен Уговорить Потому что У него Нацеленность Преодолеть Боль И он Все что Хочешь Может сказать Под этой Нацеленностью И как Хочешь Сыграть Вот эту Всю эту Свою боль И ты ему Дашь Но вторая Проблема Когда заходят На территорию Этого Храма Он увидел Из окна Или он Просто гулял Все У любой Бабушки В Сумочке Волокардин Корвалол Таблетки От головы Ну слава богу Сейчас они тоже Стали менее наркотическими Или продаются По Рецепту Или это Но Какое-то Время Вот Там были наркотики В том же Волокардин Фенобербитал Например был Одна бутылочка Это как доза Для наркомана Нормальная доза И вот если Он к ней подошел И она на него Подняла глаза Удивленные Что да У него зуб болит Нога у него болит Язва у него вскрылась А это очень часто У них Все эти Прелести Бывают Они их сразу То все Он ее Все отберет Нет ничего Денег возьмет А на деньги Вот будет проходить Кто-то Скажет Купи мне там От головки Лекарство Мне уйти нельзя Вот голова болит И пойдет И купит в аптеке Ну или с алкоголиком То же самое С алкоголем Мы алкоголиков Реабилитировали Та же самая проблема То есть вот Нужно с ним 24 часа Быть И когда мы Такие индивидуальные Даже делали Вот когда ты 24 часа с ним Бываешь Все равно Находили Как Как что-то Это Как у нас Последний был Мы живем Смотрим По очереди То матушка То я Вот И он гуляет На нашей Вот территории На огороде Вот Вдруг Матушка Смотрит А там у нее Полагается Можно 10 маков Вырастить Там За 30 что ли Наказывать Она Растит Вот Мак иногда 10 штук И они все Подрезанные Он уже Умудрился Пока мы не видели Найти Лезвие Подрезать Маки И каким-то Образом Говорить Что эти Маки Пищевые Тут нет Никакого Уже нельзя Он увидел У него включился Он уже безумный Безумный Поэтому То что там Часть Какой-то территории Ограничена Туда нельзя Ходить Это нормально Это нормально Поэтому Нарушений Вот таких Поведенческих Я тоже Не вижу Никаких С другой С другой С другой Что я Вижу Эта Община Взяла Уникальную Деятельность Тяжеленную Деятельность И в этой Общине Не так Много Народа Там Живет Вот Тех Кто Обслуживает Приезжающих Ну 10 8 Иногда Меньше Человек Епархия Почему-то Несколько Лет Там Все время Священников Оттуда Забирает Всех Кто Это То есть Все время Ослабляет Эту общину Там всего Несколько Человек Грубо говоря Держит Все на своих Плечах А что На своих Плечах А на своих Плечах В день От 50 До Нескольких Сотен Человек Которых Нужно Накормить Которым Надо Где-то Лечь Поспать Потому Что Они Приезжают И Служба Заканчивается В 5 Утро Там Или В 6 Надо Еще Поспать А не На машинах Которым Нужно Куда-то Сходить По Нужным По По Каким И Все Остальное Еще С Батюшкой Нужно Встретиться Тут Надо Как-то Все Это Все Сорганизовать То есть Это Тяжелейший Труд Тяжелейший Труд Который Они Взяли На себя И Естественно Тут Дисциплина Один Из Способов Сделать Этот Труд Ну Чуть Чуть Легче То есть Не по Одному Кормить А Все Вместе Кормятся Там Или Большими Посадками Не Не болтаться А вот Вы здесь Стоите Мы Нам Вас Видно И мы Знаем Что на вас Псих С топором Не кинется И наркоман Вас Не ограбит То есть Это Совершенно Нормальная И Правильная И хорошая Деятельность И очень Тяжелая Если бы Она была Легкая У нас Были бы Сотни Таких Общин И мы Бы всех Наркоманов Давно Ребилитировали Как записано У нас В концепции Социальной Деятельности Что надо Этим Заниматься Надо Профилактикой Надо Вот Значит Наркоман А почему Не занимается Потому что Трудно Тяжело Тяжело Вот Поэтому В поведении Я тоже Вообще Не вижу Никаких Признаков Сектанства Еще один Признак Сектанства Это Когда Уверяют Что именно В этой Церкви Или У этого Вот Именно Батюшки И есть Единственно Правильное Служение Что все Остальные Служат Не так И Все Что вы Там Причащаетесь И так далее Это Никакого Отношения К Причастию Не имеет Именно Так Сектанты Выделяются От церкви Что только У нас Правильные Здесь Вообще Ничего Этого Нет Там Постоянно Проживающих Еще раз Повторяю Ну человек Десять Максимум Бывает Ну эти Могут быть Увы Только в этой Церкви Может Причащаются Остальные Приезжают Уезжают Некоторые Говорят Я Семь лет Назад Был Я Два Голда Назад Был Я За Десять Лет Пять Раз Съездил И так Далее А где Они В остальное Время Они Причащают В своих Храмах Они Живут В своих Общинах Да Мы Съездили Некоторые Просто Общинами Так и Ездят Ага Мы Там Живем У нас Есть Храм В Москве Вешали На Храмах Что Вот В Чехачево Можно съездить И такую Отчитку Получить На Храмах Висело И те Кто Вообще Не Храмово И священники Ничего Против Не имели Ну Ездите И Ездите Хотя Многие Уверили Не надо Туда Ехать Даже Были Некоторые Епископы И эти Говорящие Нет В Чехачево Не надо Ехать И И Обзывают Сектой Почему Обзывают Сектой Я думаю Что Главная Причина Это Ревность Что Люди Возвратившиеся Из Чехачи Из Чехачева Ну Тут у нас Иногда Называют Чехачи Вот Они Вдруг Говорят А почему Там Это Делается А у нас Нет А почему Там Батюшка Может Вот Такие Сотни Людей Принимать Каждому Доброе Слово Сказать Еще И Пользу Принесть А у Нас Нет И Вот Эта Ревность Она Как раз И Говорил Не Ездите Туда Не Ездите Больше За Ревностью Еще Стоит Такая А Мы Теряем Чуть Они Туда Поехали Туда Не Надо Лучше Вот Туда В Нашей Епархии В Наших Этих Вот Кого Это указывает Почему Потому что Знает Что туда Поедут Деньги Затратят Свечи Там Поставят Записки Там Оставят Так Далее То есть Потеряет Приход Какие-то Деньги Или Епархии Потеряет Какие-то Деньги Вот Но самое Главное Что опять Увидит А почему-то По-другому Можно Жить По-христиански Можно 24 часа В сутки Отдавать Служение Христианскому А почему-то Не отдают Ну и Главная Причина Это Манипулирование Сознанием То есть Вот Надо Сейчас Сделать Плохим Священника Который 40 лет Служил Миллион Человек Принял Десятки Сотни Тысяч Значит Прошли И получили Там Пользу Но надо Его сделать Плохим Поэтому Чего Мы А скажем Секта А он Скажем Лжесвященник И все И Будем Наваливать Вот такими Валентинами Вот такими Ботами Значит Купленными Или запуганными Журналистами Будем выпускать Значит Всякие Заметочки Ну и Дураками Которые Не понимают Что такое Секта Будем распространять Вот там Секта А он Лжесвященник И все И это Наблюдается Вот наблюдать Мы можем Например По той же Общине Сергия Среднеуральской Где Вот пишет ему Наставление Епископ Или митрополит Там Написал Сергию Он же ни разу Не упоминает Что вы Секта Что это вы Секта Сделали Сектой Вернитесь Он Он ведь Разговаривает Как с общиной В какой момент Стало Сектой Это Вдруг А когда Сергия Лишили Сана Отлучили От церкви Все Кто к ним Уходит Тоже Якобы Отлучены От церкви Все Им теперь Объявлено Что вы Вернуться Миряне Можете Только через Покаяние Публичные А священники Вообще Не знаю Через что То есть Их то вообще Вот В один момент Вдруг Они Раз И стали Кто А даже Уже И не секта То есть Они даже Этого этапа Не проходили Что вот Вы Община Вот вы Секта А теперь Вы кто А теперь Они вообще Получается Никто Если юридически Как-то оформится Будет Может быть Новая Церковь А сейчас Так где В какой момент Они вдруг Стали сектой Чтобы стать Сектой Нужно Чтобы в дух И в сознание Вошла Это сектантское Вот Твое поведение И ты знаешь Отличие себя От других А его сделали Сектой Сами Искусственно И вот Такой Те кто Не смог Вот Так и здесь Поэтому Манипулирование Сознанием Под Свой интерес Обзывание Сектой Лжесвященником Растригой Там Или еще Что-то Делают Те Кто Сам Скорее всего Таким и является Я бы так Сказал Я бы Назвал Например Иванскую Епархию Секту Уничтожения Хороших Священников Десять лет Я вижу Как Гонят Гонят Запрещают Умирают Священники От этого Гонения И так далее И тому подобное Прямо Целенаправленная Деятельность Что Она в канон Что ли В церковный Ходит В каноне Так вот Разрешено И Значит Написано Что давайте Вот так Всех Будем гнать Нет Но я не буду Так называть Она Метрополия Она Епархия Там Официальные Лица Которые Все Это делают По своему Смотрению Как там Сказано Христос Воскресе Братья и сестры Как вам В Чахачевской Обители Очень теплый Прием Очень Принимает Нас Как Людей Откуда Не возьмись Всех Принимают Пьяницы Алкоголиков Смех Смехом Очень Теплый Прием Батюшка Очень Добрый Очень Великодушный Очень Добрый Как Иисус Иисус Знаем Больше 20 лет Батюшку И никогда Про него Плохого Никогда Ничего Не слышали И столько Помощи Людям От него Сколько Он помог Да Столько Проблем Решено По его Молитвам Батюшка Не сам А по его Молитвам Столько Получают Люди Благодати Столько Семей Постановилось Столько Исцелений Да По молитвам Батюшки Батюшка Слышит С ним Можно Разговаривать Сколько Хочешь По календарикам Даже Дома Разговариваешь И ответ Получается Он молитвенник За всю Нашу Землю Русскую А какие Какие проповеди читают И не только Русскую землю А вообще За всех За весь мир И никогда Ни про кого Даже плохого слова Мы не слышали Никогда Про него От него То есть Он всегда Только хороший Только с любовью Про всех И про людей И про Ну про всех В Чихачо Приезжаем Как домой Пришли к батюшке Поклонились Вон Все Кому Всех с любовью Одна доброта Любовь И хочется Прям не хочется Отсюда уезжать Так и хочется Опять Вот только уедешь И хочется Опять вернуться Благодат Очень благородное место Таких мест На сердце Очень хорошо Слава Богу Слава Богу Спасибо Господи Вас За теплые слова За батюшку Иваники Спор опять приедем Ждем вас Ждем Здоровья Спасения души Всем И крепости веры Чтобы мы все Выстрелили В православной вере Выстрелились Чтобы не один раз Еще приехали Спасибо Господи Батюшка благословил вас Все Значит приедете И не один раз Ну с Богом С Богом Так что дорогие мои Не Спешите верить тем Кто Кого-то обзывает Вот Самое главное Не спешите в дух Злобы Входить Потому что Это ведь Как раз И Вводит человека В дух злобы Что Ага Там секта Сразу Зло на него Ревность какая-то И так далее А это На самом деле Твой уход Из церкви Твой уход От Бога Твое Суждение Твое Они Те кто сейчас Вот этого Накидывает Они завтра И забудут Что они Это делали Журналисты Там Ему все равно Кого Кем-то Обзывать У него Зарплата За это Идет Завтра Он забыл Что он Это сделал А ты Останешься С этим Грехом Обвинив Людей Праведных Людей Хороших Людей Сектой И Лжи Какими-то Значит Людьми Лжеверующими Поэтому Надо Поосторожнее С этим И поэтому Здоровья Вам всем Чтобы не надо Было ехать На отчетке Радости Чтобы Ваша Депрессия Не доводила Вас До Сумасшествия Аминь Продолжение следует...